Здравствуйте, дорогие наши зрители. Мы снова в нашей студии и сегодня у нас в гостях семья из Тернополя, которая у нас здесь довольно продолжительное время. И сейчас мы поговорим, познакомимся. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья. Меня Андрей. Наталья и Андрей, они приехали к нам с сыном, такое интересное имя Райан, его зовут. И, пожалуйста, ребята, расскажите, что, собственно говоря, вас привело, что произошло, у вас Райан первый ребенок. Да, я понимаю. Вот чуть-чуть его историю, что случилось, когда вы заметили, как развивались события в вашей семье до знакомства с Давидом, до того, как вы узнали про наш центр. Вот несколько слов об этом, пожалуйста. Кто будет? Давай ты, Илья. Начинаю. Якщо можно, я буду разговаривать украинскую мову. Для меня это родная мова. Все разрешаю, да. Ну, что, мы уже переведем. Десь біля двух лет мы понимали, что с нашим сыном что-то не так. Он перестав реагировать на наши прохания, перестав смотреться нам в вечи, не реагировал ни на имя, ни на какие-то звернения до него, и не понимал этого. Ну, и когда мы лягали спать, он никак не мог вложиться. Он по нас бегал, скакал, деколи смеялся, кричал, и мы стали понимать, что что-то не так. Я начала Андрею про это говорить. Мы хотели, ну, как бы, до какого-то лекаря вернуться. Спочатку, наверное, не понимал, до кого нам спочатку идти, ну, в кого-то что-то узнавать, что не так. Ну, потом я уже стала в интернет, как бы, читать, думаю, до кого лекаря идти. То мы вернулись до невропатолога, и, ну, и он нам сказал, что что-то все-таки не так. Можливо у вас аутезм, можливо нет. Это с двух лет, да, вы говорите? Да, да, после двух лет, да, вот мы пошли. А до двух лет все было в порядке? Ну, как бы, как-то так, как вам казалось. Да, да. Ну, так как, да, первый ребенок, ты учишься вместе с ним, получается, и понимать его, и осознавать тоже. И, соответственно, казалось, вроде все нормально, но потом, да, какие-то моменты начали проскакивать, где можно было что-то уже заподозрить. И вот ближе к двум это стало как бы более... Ну, вот, Андрюш, сказали вам, да, что вот... Ну, предварительно, да. Предположительно, да, аутизм, что предположительно что-то не так. И вот ваша реакция, ваши действия, то есть что вы... Ну, понятно, что как бы ненормально она прозвучала. И что вы стали делать? Была ли возможность какая-то у вас в Тернополе? Было ли какие-то куда-то выезжали что-то? Вот об этом пару слов. Ну, когда тебе озвучивают такой даже предварительный диагноз, понимая, ну, понятно, что ты немножко теряешься, не знаешь, что, да, куда бежать, что делать, потом, ну, берешь себя со временем в руки и начинаешь как бы искать решение этой проблемы. Если говорить конкретно по нашему городу, то прям сразу куда обратиться, вот, чтобы или было на слуху, или ты знал, куда идти, ну, нету. То есть надо было искать, спрашивать, то есть у, скажем так, просто у людей, знакомых и так дальше. То есть кто где может что-то слышал, кто куда обращался, если были похожие какие-то, может быть, признаки, да, симптомы. Вот. В итоге у нас есть, как оказалось, центры, это аботерапии, то есть, ну, я не знаю, я скажу за себя, для меня это немного больше там дрессировка такая получается, то есть, ну, это со временем я уже понял, то есть изначально ты как бы тоже не понимаешь, что это такое, но, возможно, стоит туда обратиться тоже, как бы попробовать, ты пробуешь все возможные способы решения этой проблемы. Конечно, скажем так, врачи общей группы или там общего состава, они говорят о том, что давайте там наотропы, давайте нейролептики, ну, всевозможные, то есть, вот таблетки, не знаю, уколы, вплоть там до, не знаю, что они уже прилагали там воздействия токами, то есть мы это как-то сразу решили на семейном собрании, что это, ну, не наш вариант. Я еще хочу сказать такой момент, что изначально многие моменты, которые они звучали, они просто не совпадали с диагнозами, то есть я не видел четко, что он подходит под описание этой проблемы, ну, вот в нашем случае, давайте так обозначим, поэтому мы решили, что пока мы не определим, что не так, где кроется проблема, мы не будем ничего вот из, скажем так, воздействия непосредственно на мозг, потому что может быть проблема и не в нем, как оказалось в дальнейшем, уже здесь в центре мы были правы в этом плане. Ну, чисто интуитивно, да, это как раз тот случай, о котором мы говорим довольно часто, что прежде чем начинают лечить, надо понимать, что лечить, и вот это как раз тот случай, когда причина оказалась совсем в другом, и вот, Наташ, как вы вышли на наш центр, как вы столкнулись с Давидом, и ваши, вот, ну, скажем, впечатления, результаты первые, которые вы получили, вы занимались дистанционно, вот первые результаты дистанционного лечения какие были, ну, и вопрос, как бы, в продолжении сразу, это, к чему вы решили, что нужно, очень надо. Да, вот мы пошли на эту ABA-терапию, и пришла одна мама, мы уже там где-то ходили, не знаю, несколько недель туда, пришла первый раз, день, мама, одна из мальчиков, она мне говорит, я познакомилась с таким мужчиной по интернету, он делает сеансы, и мой там сын, ему было, я помню, 1,9, мы так все удивились, что, как бы, ранний возраст, и, ой, я уже по-русски разговариваю, и вот, и он, и она говорит, он стал говорить, мы такие все мамы сразу стали, давай нам телефон, где ты взяла такого мужчину, какие сеансы, что, она говорит, найдете в интернете, я дам вам ссылку, и, ну, телефон, как бы, сначала сказала, дам телефон, потом не хотела дать, но я все позаписывала себе, пришла домой, сразу открыла интернет, все, начала искать, как бы, нашли телефон, ну, под вашим видеоцентром, я все, там, где-то, может, 10 видео прослушала, очень воодушевилась, и начали мы, как бы, пробовать звонить, там, где-то, может, на третий день мы дозвонились к вам, и, ну, вот, и провел в Давид нам первый сеанс, и... Вот Андрей, да. Нет, я изначально хочу вставочку такую сделать небольшую, что, значит, сначала вопрос, а сколько чего, да, многие спрашивают платить, то есть дистанционное лечение абсолютно бесплатно, безвозмездно, можно сказать, то есть вы начинаете понимать, как это все работает со временем, и вы видите результаты, то есть... Вот что вы увидели, да. Да, после первого сеанса, я помню, Давид нас спросил, ну, что, как бы, ну, беспокоит, что я рассказала, и первым можно сказать то, что я назвала, я хотела, чтобы он не ходил в памперсах, я сказала, я хочу, чтобы он сел на горшок, вы не представляете, на второй день я смотрю картину, мы проснулись, мой Раян снимает с себя этот памперс, садится на горшок, а до этого я уже, не знаю, месяцев три билась над этим, чтобы он, ну, ходил на горшок, он снимает эти памперсы и сел на горшок, я как стояла, я чуть не упала от радости, думаю, мне что, снится это, и он сел, и после этого мы перестали просто покупать, нас еще два, помню, памперса дома было, то я так на ночь просто еще им, ну, одевала, боялась, страхов, да, и все, а он все, он перестал, и даже в сад мы потом пошли, и он ходил уже без памперса, я очень вам сильно благодарна за это, ну, вот, это только после первого даже сеанса, после каждого сеанса он, ну, стал как будто пробуждаться, он открыл глаза, он стал, ну, видеть нас, что мы есть замечать, он стал по чуть-чуть реагировать на свое имя, потом, ну, вообще стал понимать, что его зовут Раян, ну, как бы, там, на бабушку стал по-другому, раньше он просто, когда бабушка и дедушка к нам приезжали, он просто плакал, он в двери стоял, он боялся их, не знал, кто это, а теперь он стал подходить, обнимать, он понял, что это, ну, не надо их бояться, это бабушка с дедушкой. Когда было, сколько времени назад? Это, вот, да, это уже давно, то есть даже не вспомнишь точно, но это буквально, наверное, два месяца, может, мы дистанционно позанимались, у него уже восприятие других людей поменялось. Скажите, вот, вопрос о том, что надо ехать, вот, есть такие результаты, все то, почему вы решили приехать, и вот, что вас подвигло на то, что надо все-таки очень. Ну, ты, видя даже вот такие небольшие, можно сказать, для нас это большие шаги, для кого-то, может, покажется, что это пустяки, но ты видишь вот эти микро шаги, ты понимаешь, что это все делается на расстоянии дистанционно. Ну, да, вот, к вопросу о микро шагах, ведь до этого момента не просто ничего не было, а даже, я так понимаю, что вам говоришь, ничего не будет. Да, да, так и считается. Да, чтобы вы, как бы, уже привыкали к этой мысли, и вдруг пошла какая-то динамика, да, вот это, вот это влияет, то есть это, как бы, вот, на это реагируют люди, понимают, и вот встал вопрос о вашем приезде, да? Да, ну, то есть, тут еще надо добавить, что параллельно мы ходили в центр дальше, то есть, ну, по ЭБИ-терапиям. И они говорили, как они замечательно помогали. Да, они тянули, можно сказать, одеяло на себя, что-то придумывали, что вот он уже вот это, вот это, но почему-то дома это не продолжалось, то есть, если в центре он что-то, может быть, и мог сделать, дома, как бы, он этого уже, может, демонстративно не делал, не показывал, поэтому вопросы возникали по поводу такой терапии, да, то есть, вот, это то, что наглядно мы могли оценить, сравнить, поэтому уже вопрос продолжать ли в центр дальше ходить или ехать сюда, ну, грубо говоря, не стал, просто мы уже звонили и конкретно договаривались на дату и планировали поездку. Вот, Андрюш, Наташа, я такой вот фиг, ну, приоткрою, да, тайну, вы решили приехать сразу, вот, как бы не на три недели, как вот стандартно приезжают, а на больше. И вот мне интересна разница между динамикой, между результатами вот лечения, ну, пока вот лечение дистанционно и пребывание ваше здесь в центре, есть ли разница? Да, конечно. Естественно, что есть, очень много чего. Вот расскажите, это нам, как бы, с вами, естественно, уже, а те, кто нас слышит, они, как бы, вот, как вы ловили какую-то информацию первый раз, вот так же слушают вас, наверное, вот, пристально. Ну, вот, наш сын, допустим, он, как бы, после первой недели, он стал, ну, меняться сразу тут. После первой недели пребывание? Пребывание здесь, да, он стал меняться. Я увидела, когда мы пошли гулять в парк, он стал мне показывать на самолет, даже я не увидела, что летит самолет, он, как бы, поднял голову и, ну, и показывает. Я смотрю самолет, я так удивилась, ну, раньше он не видел ни птиц, ни самолетов, а тут, как бы, стал мне показывать. Он раньше кота дома даже не замечал. Он не замечал. А после, вот, перед тем, когда мы сюда уже должны были ехать, он увидел, что у нас дома живет кот, он стал к нему приставать, гладить, кот уже был не рад, что он его видит. Он бегает за ним, да. Бегает, вот. Ну, это тоже для меня очень большая радость, потому что, ну, как бы... Ну, да, это поведение нормального ребенка. Да. По большому счету, дети, как бы, к животному так и относятся, что их надо потискать, помучиться. Это нормальная реакция. И не бояться. Сто процентов. Ну, дальше, вот первая неделя, да? Да, он стал есть суп у нас, раньше такого вообще не было. Он только видел суп, он сразу убегал, и это вообще не его еда была. А теперь мы поставили, он сидел-сидел, думал-думал, взял ложку, сел и сел. Причем сам? Сам, абсолютно. Потом у него... Вот, ну, нам тут поставили, как бы, уже, ну, не диагноз, а вы и Юзафа рассказали, где у него проблемы. Как бы мы до этого, мы вообще, ну, не понимали. От чего все началось и пошло, то есть, причина. Ну, причина... А нужно ли это? Естественно. Чтобы понимать, куда дальше двигаться, в какое направление. Что как бы вообще учить, по сути? Видите, здесь там три, да, или вот, как в нашем случае, там, четыре недели, ты получаешь, несомненно, помощь. Но она идет в таком ключе, что сначала идет исцеление, то есть, ну, вот, работа с теми участками и зонами, где есть проблема. А дальше уже, вот, скажем так, третья, и вот в нашем случае уже пошла, как четвертая неделя. Это уже закладывается программа, и вот дальнейшее развитие, то есть, нормальное восстановление организма уже... Скажите, а вот что дала вам четвертая неделя? Да, давайте, вот вы сейчас, как бы, передохните, подумайте, и мы вернемся, вот, после перерыва, именно с ответа на этот вопрос, о том, что же изменилось вот между третьей и четвертой неделей, что же произошло, а пока мы делаем перерыв и, да, говорится, не переключайтесь, как говорят.